А сейчас об очень важной характеристике невербального поведения, о звуке нашего голоса. Вот именно это очень часто мы абсолютно упускаем из виду и не считаем нужным тем или иным образом менять. Мы как бы говорим, что природа нам дала, тем уж извините и пользуемся. Между тем, изменить ваше звучание достаточно просто. Возьмем во внимание такие простейшие характеристики нашего голоса, как первое, интонирование. Насколько богат наш звук интонациями, насколько четко мы транслируем в голосе наши эмоции, как мы себя чувствуем в данный момент. Казалось бы, как это организовать? Ну хорошо, я посоветовала вам думать об интонировании, но не дала инструмент. Между тем, инструмент очень прост. Интонирование задается паузами. Если я делаю паузу в любом месте своего предложения, я тем самым могу транслировать вам некое свое ощущение. Пауза может быть в любом месте, повторюсь, моего предложения. И именно через паузу я даю ощущение интонации, что именно я сейчас чувствую, когда останавливаюсь, в каком месте я останавливаюсь и с какой эмоцией. Пауза, перерыв, дискретность – вообще очень важная компонента, с помощью которой мы можем очень активно влиять на нашу аудиторию. Следующая характеристика голоса – это высокие или низкие ноты. Крайне важная характеристика. Поверьте мне на слово, очень плохо для большинства аудитории звучат высокие ноты. Ну, откуда это пошло? Скорее всего, исторически, когда мы хотели нашим предкам далеким-далеким подать сигнал тревоги, ну, скорее всего, мы визжали. Поэтому все, что сопряжено и ассоциативно звучит, как немножко высокий визг, все это аудитории не нравится. Что делать? Опять же, инструмент, инструмент, который может поменять высокие ноты на более низкие – это пауза. Чувствуйте, что вы пошли уже верхом, чувствуйте, что вы стали птицей. Остановитесь, выдохните. Пауза, как правило, заставляет нас повести голос вниз. А если мы еще и жестом подскажем себе это понижение, вот, мы фактически рукой вытащим себя в более низкий регистр. Также важнейшая характеристика голоса – это то, насколько мы правильно артикулируем. Вот если вы заметили, я могу позволить себе разную артикуляцию. Я могу говорить более четко, дискретно, отрывисто, и звуки как будто бы падают такими маленькими серебряными пулями. Вот согласитесь, в этот момент любая аудитория немножко двигается ко мне. У аудитории появляется ощущение, что сейчас, в этот момент, прозвучит что-то крайне важное. Аудитория как бы подбирается. Но вот я сказала все важное, все достойное внимания. И моя артикуляция смягчается. Я могу позволить себе более расслабленное, более плавное, мелодичное звучание. Но при этом, согласитесь, если я все время буду говорить вот так, и моя речь все время будет звучать как легкий текущий ручеек, есть очень большой шанс, что аудитория заснет. Таким образом, каков совет? Чередуйте. Чередуйте более четкие, артикулированные куски в тот момент, когда вам крайне важно захватить внимание вашей аудитории, донести до нее что-то крайне важное. И позволяйте аудитории выдохнуть, позволяйте аудитории отдохнуть. Говорите немножко более мелодично, более плавно, более мягко. Опять же, если вы слышите, я добавляю в этот момент немножко в мои звуки шипения, ласки, мягкости. В артикулированные четкие звуки я даю больше, может быть, даже немножко агрессии, тревоги, алярм, как бы говорили аудитории. Слушайте меня быстрее. Ну и последняя характеристика, о которой обязательно скажу, она, в общем-то, более известна и более часто на нее как раз смотрят. Это то, насколько громко или тихо мы звучим. Ну, наиболее естественно, как бы нам кажется, да, что надо звучать погромче. Но между тем, наверняка из школьного курса помните такую ситуацию, когда учитель мягким голосом говорил, ну, давайте попробуем разобраться, кто из вас все-таки подвел весь класс. И в этот момент повисала гробовая тишина. Звук именно с точки зрения громкости или наоборот тишины не так важен. Скорее важно, что вы хотите транслировать аудитории. Какой общий совет я могу вам дать? Что делать с голосом для того, чтобы оказывать максимальное влияние на любую аудиторию? Делайте ваше звучание разнообразным. Используйте все инструменты. Звучите по-разному. Начинайте с высоких нот, переходите к низким. Делайте паузы, останавливайтесь. Меняйте артикуляцию. Меняйте громкость. Тише, громче. Выше, ниже. Более четко, более плавно. Таким образом вы сможете держать аудиторию в неком потоке. Она будет следовать за вами, за изгибами вашего звука и не сможет заснуть. Продолжение следует...